Террамобил, Нефтекамск, Янаульская, 1А, телефон 2-36-88. Ограничение движения официально действует с полуночи 10 мая, но естественно, что траншею на трактовой начали рыть только рано утром. Знаки, говорящие о том, что на следующем перекрестке ведутся ремонтные работы, установили на пересечении с улицы Нефтяников. Сделали это заранее, еще в субботу. Тем не менее, даже к обеду среды поток автомобилей на этом участке не иссяк. Водители, то ли игнорируя, то ли просто не замечая предупреждения, ехали по привычке прямо и утыкались в забор. Но упорно не желали сдаваться и вереницей пытались обогнуть препятствие через соседнюю автомойку, загоняя себя в тупик, где потом еле удавалось развернуться. Напомним, на время ремонта маршруты номер 9, 10 и 101 будут ездить по улице Строителей от Нефтяников до Ленина. Но начудили водители общественного транспорта. В 6 утра некоторые из них почему-то поехали привычным маршрутом, удивив сотрудников теплосетей своим появлением. Днем автобусы, которые следовали с автовокзала по Строителей, вдруг сворачивали на иколу Березовское шоссе и шли обычным путем. А те, которые ехали с Дзержинского, как и запланировано, двигались исключительно по улице Строителей. Но в нефтекамском филиале Башавтотранса постарались быстро скоординировать действия. Администрация же, обещавшая дополнительную временную остановку у дома 79 построителей, не раскачалась даже к обеду среды. Во всем этом есть положительный момент. Главная транспортная артерия из промзоны в город оказалась нетронутой, во всяком случае до 30 мая. Второй этап реконструкции теплотрассы намечен на июне. По предварительной информации, тогда перекроют участок проспекта Юбилейный между трактовой и строителей.